друзья всем привет с вами я алексей горошка и вы на канале west motors и знаете сегодня как-то проснулся почувствовал что не выспался нет настроения и вспомнил что сегодня у нас на тест-драйве мини cooper с наших партнеров из компании pn сервис друзья знакомьтесь это павел владелец этого мини cooper с паш скажи не было люци такого что какая-то боязнь стереотипного мнения что мини cooper это машина для девочек не такой не пацанский брутальный какой-то автомобиль ну такие предубеждения сразу отсутствовали я давно мечтал о такой машине мечтал я пятьдесят третьем кузове но так попало мне что появился вот этот 56 в продаже и хорошие деньги и вот я его приобрел сейчас подожди подскажи какие трудности вот могут быть у владельца мини cooper в ремонте в обслуживании потому что я думаю многих людей смущает этот момент что у на стране не так много людей которые могут правильно грамотно ремонтировать и обслуживать автомобили ну трудностей совершенно никаких здесь большая часть элементов подвески и так далее и тому подобную концерна бомбе соответственно все запчасти есть свободном доступе девочки вот скажите как вам этот машин каково вы сразу представляете мне что в ней за парень может сидеть студент но нет такого нет такого стереотипного мнения что-то для девочек машина то есть вы представляете там какого-то студента парень ну короче как я классного офигенного ну самого топового парня вот как я молодого парня какого-то да который в принципе имеет средства имеет какое-то такое собственное самомнение для меня нестандартно красноречиво так развернуто даже не ожидал паша скажи немного по цифрам вот по расходу по лошадиным силам по разгону до сотни это у тебя сток или что-то там прошивки да это полный сток по цифрам до сотни я не сориентирую ни разу не замерял вот с низов машина берет очень хорошо она не чипована мотор 1.6 turbo есть такое вообще желание поменять этот мини-купер на последний кузов но пока нет не нравится следующий ну вот у меня был опыт езды на джон купер ворс последнем кузове и я как-то смотрел цифры там что-то было вроде 6 и 2 до сотни я думаю боже как это медленно но потом когда начинаешь ездить на этой машине ты понимаешь что цифры которые там написано это вообще все неважно эмоции которые ты получаешь этот этих машин это просто что-то невероятное друзья смотрите какая возникла идея она максимально глупая максимально логичная и понятно какой будет исход но смотрите 1.6 и 1.6 13000 12000 и сейчас узнаем вы наглядно увидите почему стоит сделать выбор пользу этой машины они пользуют погнали подскажи какие проблемы могут быть здесь кузова может она ржавеет есть какие-то такие болячки больные места но по кузову автомобиль 2013 года есть пару таких мест скажем где краска скалывается например при закрытии крышки заднего багажника там резинка упирается в стойку и слазит краска то есть надо будет подкрасить по кузову они довольно крепкие не ржавеют не гниют единственное что из-за формы передние автомобиля при активной езде автомобиль ловит большое количество сколов касаемо лобовика то же самое вот недавно поменял лобовик два месяца он уже весь сколов можно увидеть девушки извините можно одну минуточку будут передачу снимаем про эту машину не хотите комментарии пару штучек но вы быстренько вот я попросим вопросик еще подождите вот такого вы видите за рулем это машина меня себя а еще кого а если вот парни вот видите вот что вы думаете кто-то студента какой-то предприниматель сладенький сладенький ну как я короче так на классно ну вы не сладенький ну ладно так все расходимся скажи а что здесь вообще у тебя было за все это время какие-то такие глобальные прям проблемы на что тебе приходилось потратить деньги в ремонт касаемо данного экземпляра я третий владелец машина изначально находилась в питере то есть и все три владельца включая меня и очень любили и за ней ухаживали соответственно первый владелец покупал ее новой он скорее всего проходил только т.о. официального дилера второй владелец ездил на ней полтора года ничего не менял вообще кроме резины и вот я езжу на машине год я столкнулся только с тем что я поменял передние стойки стабилизаторов но это больная тема у меня на всех машинах почему-то вылетают соответственно тормозные диски передние колодки то есть такого глобального ничего глобального нет по цифрам стойки стабилизаторов вышли около 50 рублей около там не помню 15 рублей вышла замена вот есть у человека появилась такая идея мысль купить себе мини-купер дай ему какой-нибудь совет на что стоит обратить внимание при покупке но если появилась такая идея обязательно ей надо пользоваться это вот я стоп со стопроцентной уверенностью говорю обратить внимание даже не подскажу потому что все машины индивидуальны и если машина внешних как бы хорошо выглядит она досмотрена в салоне то стоит просто съездить на любой специализированный сервис почитать ее проверить подвеску обратиться также можно к нам обратиться на пн-сервис мы посмотрим ее по кузову скажем что крашена что не крашена была ли машина в дтп не было и смело покупать мини-купер можно сравнить с наркотиками если ты вот уже хоть раз попробовал то все забыть это невозможно даже если вы потом его продадите спрыгнете так сказать этого всего все равно будете ждать момента когда вот вы еще раз прокатиться на нем паша смотрю тебя тут стоит сзади детское сидение ты веришь что используешь машину каждый день я так понимаю иногда какие-то выезды на дачу планируется удобно неудобно это ну безусловно легкий дискомфорт есть но я как бы смирился привык то есть с нами еще у нас лабрадор собака она с нами ездит на переднем сиденье вот ребенка кресло стоит то есть опять же минимальный дискомфорт ему два годика он чуть-чуть ножками упирается но я думаю дискомфорт будет как с каждым годом расти расти мы ставим сиденья в такое положение чтобы его ножки не упирали я думаю уже ни для кого не секрет все всегда сравнивают эту машину с картингом я вам скажу так что да так она и есть вот потому что она входит в повороты на тех скоростях на которых просто ну не знаю только болиды могут ходить я приведу сравнение такое я однажды на форде на ford fusion заходил один поворот и решил просто протестировать с какой скоростью он сможет войти в него ну и просто неважно какой был поворот это было 70 км в час и думаю а сейчас пора проверить это на миникупере на миникупере это было 130 км в час один и тот же поворот то есть чувствуете разницу почти два раза это вот наглядно вам чтобы показать насколько здесь невероятная управляемость здесь мотор 16 турбированные стоковый на 184 лошадиные силы вы просто представьте вот на такую машину на такую небольшой машинку 184 силы передачу эту машину снимаем не хотите дать небольшие комментарии но вам нравится путина честно ну хорошо друзья вот смотрите паша сел сзади и вроде как если он не врет горе что очень комфортно ему там сейчас сидеть я сейчас сел себе настроил сидение в таком положении в котором я бы принципе ездил и я вам скажу что никакого дискомфорта это абсолютно не вызывает вот машина выглядит снаружи маленькая но в нее садишься на прям очень просторная но безусловно в таком положении то есть я могу развалиться ну наверно тысячу километров я не проеду но если так из точки а в точку б на дачу и так далее то есть но под пиво жену спасать за руль то можно спокойно ехать и смотрите друзья этого не ожидаешь но ты когда в нее садишься ты понимаешь что здесь все сделано как бы но очень солидно здесь музыка harman kardon который очень круто играет подсветка ремней безопасности 7 цветов разных есть но то есть себя здесь чувствуешь прямо ну очень комфортно эти вот фишками не тумблер и она все блин такие эмоции крутые дает головой я понимаю что в таких обзорах надо максимально передать вот какие-то эмоции чтоб человек который решил купить себе такую машину с обзора мог вытянуть максимально полезную для себя информацию но вот честно скажу но пока не проедешься на ней никогда в жизни ты не будешь такого же мнения как и человек который уже катался на этой машине то есть ты проедешься и все это любовь на ну и на всю жизнь я не знаю я еще не встречал ни одного человека который проехавшись на мини-купере у него остались какие-то негативные но негативные эмоции вот где потому что смотрите разгон до сотни там чуть больше 7 секунд никогда в жизни вот поехал проехал на этой машине вы не скажешь что у нее разгон 7 секунд ну 100 0 100 100 200 она делает просто вот вообще мгновенно вот это прямо ее скорость и и диапазон и это прикиньте это все при расходе там на 12 13 литров пускай друзья смотрите про какую еще фишку нам паша рассказал я честно говоря не знал про это вот такой вот мини бардачок то есть у вас вот и здесь есть не мини бардачок но вы видите машина мини значит еще должен быть бардачок мини и вот здесь подлокотник немножечко не так и положен как последнем кузове последнем кузове ручник прямо спрятан под подлокотники если в этом где-то хотите бочком развернуться вам приходилось бы откидывать под explorhood подлокотник и дергать за ручник здесь это можно принципе провернуть и без откидывания подлокотника и здесь вот тоже есть такая небольшая ниша вы даже там нужен телефончик можно п pien seis жвачки ништечки вкусняшки вот смотрите здесь есть такой маленький небольшой джойстик последнем кузове он Он уже такой, в принципе, как у большинства BMW. Но здесь вот такой вот маленький, небольшой, удобно, в принципе. Вот здесь вот сидишь и чувствуешь себя как в самолете каком-то. Здесь вот эти дефлекторы прям похожи на какие-то турбины самолета. И вот здесь все наполнено такими фишками мини. И я вам скажу, что вот я вспоминаю ощущения по салону от последнего кузова. В последнем кузове намного все менее интересно. Вот здесь вот, здесь тахометр, а в последнем кузове здесь спидометр. Нет уже этой фишки, которая свойственна мини. Здесь спидометр вот на этом самом главном экранчике остался. Но в то же время в старых версиях здесь был просто спидометр, а здесь уже внедрили так аккуратненько мультимедийную систему. Вот такой вот приятный маленький ключик, подрулевые лепестки. То есть все прям так вот заточено на боевой режим. Вот здесь есть такие кнопочки режим спорт. Но все в принципе сделано, в основном все, чем вы можете управлять в машине, все сделано тумблерами. И даже управлять цветом в салоне вы можете вот с помощью тумблев. Это очень круто. И вот я понимаю, что мы приехали еще сюда на Логане, которые стоят те же деньги, что если вы обратитесь к нам в Вест Моторс, пригоните себе мини-купер, обратитесь в ПН-сервис, и это будут те же деньги, что и стоят новый Логан. Но вы никогда в жизни от Логана не получите даже вот 2% тех эмоций, которые есть в этой машине. You know I don't speak Spanish in English, please. You know I don't speak Spanish in English, please. Встречку выезжай. Блин, просто второй раз одна и та же машина, и второй раз я не знаю просто, что говорить про нее, кроме просто матов одних. Потому что, ну, это просто какая-то виртуальная реальность. Ты начинаешь в какой-то момент думать, что ты можешь абсолютно все просто. Войти в поворот с любой скоростью. И, наверное, вот на самом деле так и есть. В условиях города ты можешь абсолютно все. Офигеть. Надо Форда срочно продавать. Ты бы взял миник? Сто процентов. Да хули мне бы налога не на тещину дачу возил бы, а на минику пересам бы просто отрывался. Друзья, смотрите, какая возникла идея. Она максимально глупая, максимально логичная. И понятно, какой будет исход. Но смотрите, 1.6 и 1.6. 13 тысяч. 13 тысяч. И сейчас узнаем. Вы наглядно увидите, почему стоит сделать выбор в пользу этой машины, а не в пользу этой. Погнали. Смотрите, что хочу сказать вам по коробке. И я, честно говоря, думал, что после 8 ступки мне она покажется такая, ну, немножечко туповатая. Это абсолютно не так оказалось. То есть она справляется со своей задачей просто офигительно. В спорт режиме она прям под хвостом дает по полной программе. То есть она очень жесткая в спорт режиме. И достаточно быстро. И прям вот то, что нужно для этой машины. Но все равно хотелось бы еще такой вот аппарат, но имеется в виду мини-купер, попробовать на механической коробке. Потому что все-таки ход хэтч, ручка, это святое. Друзья, вот и подошел к концу наш обзор. Кого заинтересовал данный автомобиль, обращайтесь в компанию West Motors. Мини-купер с мотором 1.5 вам может стать от 11 тысяч долларов. Мини-купер с двухлитровым мотором от 14 тысяч долларов. И мини-купер Countryman от 13 с половиной тысяч долларов. И не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok